Семья Семья — это самая важная оборонительная крепость против атеизма, сомнений и подозрений. И лучшее, что ты можешь сделать в отношении своих детей, своих братьев и сестёр, и тех, кто дорог тебе, — это воспитать их Кораном. И никто из врагов не сможет запретить тебе сделать этого. Сначала воспитай себя, и потом своих детей, что мы были созданы в этом мире для испытания. Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас. И это истина. Чтобы не вышел подобный пример, как этот, который говорит, «Я оставил ислам после того, как увидел, как моих братьев и моих друзей убивают». Воспитай своих детей на том, что Мухаммад является лишь посланником, до него тоже были посланники. Да, лично пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, а не твой друг, брат или кто-либо ещё. Мухаммад является всего лишь посланником, до него тоже были посланники. Неужели, если он умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Скажи своему сыну, «О, сын, Аллах не обещал нам, что он не будет испытывать нас, и потом нарушил свои обещания, пресвят Аллах от подобного. Но он обещал испытывать нас. Он сказал, «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуйся же терпеливых». Воспитай своего сына и дочь на том, что вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников, много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. Скажи, «О, мои сыны и дочь, вы не должны возражать, когда вас испытывает Аллах». Среди людей есть такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Скажи своему сыну, «О, сын, ты никогда не должен ждать награды за твои деяния в этом мире, ведь этот мир — это мир испытания, а не мир воздаяния, как сказал Всевышний Аллах. Но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна». Не говори своему сыну, «Совершай намаз, чтобы Аллах помог тебе в твоей учебе, или выплачивай закат, чтобы Аллах приумножил твое имущество». Но скажи, «Совершай намаз, чтобы Аллах был доволен тобою». И, возможно, если ты будешь совершать намаз и встанешь на прямой путь, Аллах все равно испытает тебя, но он будет с тобой. «О, сын мой, совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное, и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Чтобы твой сын не стал примером, который говорит, «Я искал своего Господа, но не нашел его, в детях, которые страдают, и в тех невинных, которых сажают в тюрьмы. Но воспитай его». Но если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но он пожелал испытать одних из вас под средством других. «Воспитай своего сына и свою дочь. Мы сделали одних из вас искушением для других. Проявите ли вы терпение?» Чтобы твоя дочь не вышла, подобно персонажа фильма, который говорит, «Исламисты предали революцию, и я почувствовала, что я не хочу причисляться к этим людям». Но воспитай своего сына и свою дочь. О, те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Воспитай его, чтобы у него была ревность за свою религию, и чтобы он чувствовал презрение, когда видел людей, которые предают знамя Ислама, и что является презрением оставлять Ислам этим людям. И чтобы он не оправдывался, что эти люди предали Ислам. Но нет, иди и подними знамя Ислама. Тогда как, к сожалению, ты обнаруживаешь, что она говорит, «Они приняли разочаровывающие позиции в революции, и я не хочу причисляться к ним, и поэтому оставила Ислам». Да неужели? Да поможет Аллах. Ты превращаешься во врага Ислама и поднимаешь разные сомнения и подозрения против Ислама, вместо того, чтобы поднять знамя Ислама, если ты была бы честной. Воспитай своих сыновей и дочерей. О, те, которые уверовали, будьте помощниками Аллаха. Чтобы они несли знамя и защищали Ислам. Чтобы твоя дочь не вышла подобно той, которая сказала, «Они сняли с меня мой хиджаб, и я стала неверующей». Серьезно? Но воспитай ее. Люди сказали им, «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель». Воспитай ее, чтобы у нее была сильная личность и стойкость, и чтобы она становилась сильнее, когда видела, что преступности становится больше. Воспитай ее на суре Буруч, которая закончила сожжение мусульман. И даже с этим Аллах сказал о них. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованные райские сады, в которых текут реки, это великое преуспение. Да, они были сожжены, и даже с этим это великое преуспение, потому что они умерли в довольстве Аллаха и отстояли свои убеждения. И воспитай своих сыновей и дочерей, чтобы со всем этим они были рады и счастливы, потому что достаточно того, что с ними Аллах. Скажи своему сыну, «О сын, наш пророк, да богословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах дает дунью тем, кого полюбил, и тем, кого возненавидел, но веру он не дает никому, кроме тех, кого полюбил. И сын, когда ты видишь себя верующим, который любит Аллаха и его посланника, то знай, что Аллах любит тебя, и все, что происходит после этого, это для твоей пользы. «О сын, не ставь условия для Аллаха, чтобы он помог тебе в этом мире, но скажи, неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? О сын, Аллах дал нам одно из двух благ, победа или шахада, мученичество. Привяжи сердце своего сына к Ахирату, то есть к последнему миру, и напоминай ему, что Аллах, Свят Он и Велик, сказал, «Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай. Значит, Он купил у тебя всё, но взамен на великое, на рай». Вы, те персонажи, которые появились в фильме, вы были воспитаны в мусульманских семьях, и вы были религиозными, как вы утверждаете. Если ваши истории были настоящими, я хочу спросить у вас. Вы что, не читали все эти аяты? Или вы просто прочитали, но просто не хотели верить в них? И вы избежали от истины того, что этот мир — это мир испытания, а не мир воздаяния. Клинусь Аллахом, если вы обманули сами себя, это ваша проблема. Если вы обманули себя, это ваша проблема. Не вините Аллаха и его предопределение. Воспитай своего сына, чтобы он был честен с собой и не обманывал себя, подобно персонажам в этом фильме. Воспитай его и напоминай ему о словах Всевышнего Аллаха. Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться. В конце, братья и сестры, мы должны помнить, если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. И если вы отвернетесь, он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый да стахвальный. Мир вам и милость Аллаха.